Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Аншлаг в травмпункте и многочисленные аварии на дорогах. Гололедица внесла негативные коррективы в жизнь города. За безопасность труда. Масштабные проверки прошли на строительных объектах Гродно. Если нельзя добавить времени к ограниченной жизни, значит нужно добавить жизни к ограниченному времени. Как и чем хоспис помогает облегчить жизнь неизлечимо больным. Нововведение с 1 января. Въезд в пограничную зону станет бесплатным, а под пребывание в пограничной полосе нужно оплатить. Делать добро просто. Красный Крест отметил 95 лет со дня существования. Более 100 травм и 20 серьезных автомобильных аварий. Причина происшествий – гололедица, которая образовалась по всему городу. Только за первую половину дня в травмпункт обратилось более 100 человек. Из-за скользкой дороги пострадали и автомобилисты. Все подробности в сюжете Юлии Косила. В травматологическом пункте – настоящий аншлаг. Такого количества пациентов здесь не было уже давно. Всему виной сильная гололедица. Особенно тяжело в такую погоду пожилым людям. Степан Сафонов по традиции шел в баню, а в итоге оказался в травмпункте со сломанной рукой. «Четыре метра я до крыльца не дошел. И там такой скользкий лед, что я не удержался. И сразу упал на левое плечо. Я перся на левую руку. И встать я уже не мог. Подскочили прохожие, меня подняли». Истории жертв гололеда развивались по схожему сценарию. Поскользнулся, упал гипс. Большинство пострадали утром, когда ледяная корка была особенно скользкой, а на улице еще темно. «Ушла по стенкам, как-то шли по стенкам, по заборам, потому что это дом, а там темно было. Думаю, там какая-то земля, вот будет ничего, так будет не скользко. И как вступила на эту дорожку, на эту землю, и все, и упала. Поднялась, и думаю, как-то так, чуть ли на корочках шла». Врачи травмопункта работали, не покладая рук. Они наложили десятки гипсов и повязок. Если в обычный день число пациентов тут не превышает десяток, то в четверг эта цифра перевалила за сотню. «Мы наблюдаем резкое увеличение количества пациентов, обратившихся в травмпункт по поводу различного рода травм. К обеду на сегодняшний день уже обратилось к нам более ста человек. Травмы чрезвычайно разнообразны. Начиная от ушибов, повреждения связок и заканчивая переломами, переломами со смещением. Часть пациентов пошла от нас на приемное отделение больницы». Гололедица усложнила и ситуацию на дорогах. В областной госавтоинспекции отметили резкое увеличение аварий с материальным ущербом. Для сравнения, в понедельник в городе произошло всего шесть ДТП, а за четверг их уже больше двадцати. «Это говорит о том, что не все участники дорожного движения, не все водители оказались готовы к тому, что дороги будут или станут скользкими. Не всегда неправильно выбирали скорость, не всегда правильно выбирали дистанцию. И поэтому происходили не только столкновения, но и в двух случаях водители неправильно выбирали скорость и в частном секторе наезжали на заборы». В ближайшие дни в Гродно ожидается плюсовая температура, однако синоптики не исключают гололед в утренние часы. Врачи рекомендуют в такое время носить устойчивую обувь без каблуков и внимательно смотреть под ноги. Пожилым людям лучше вовсе не выходить на улицу. Совет автомобилистам – ехать с небольшой скоростью и держать дистанцию. И главное – никуда не спешить, ведь устоять перед гололедицей сможет не каждый. Юлия Гасила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Как часто руководитель должен напоминать о технике безопасности? Очередная рейд-проверка строительных объектов прошла в областном центре. Соблюдение правил безопасности, условия труда и санитарное содержание территории – первое, на что обращала внимание мобильная группа. Кто несет ответственность за несоблюдение элементарных правил и что грозит нарушителям, узнавала наша съемочная группа. Уровень производственного травматизма в последние годы остается стабильно высоким. Только в Гродненской области в этом году 13 работников погибли, а 72 получили тяжелые травмы. Причина банальна – несоблюдение правил и нарушение инструктажа. Если человек нарушил, он должностное лицо или работник, они несут, конечно, административную, дисциплинарную. Ну, в самых случаях, когда уже человек погиб или получил тяжелую вещь, это, конечно, и уголовная ответственность. На этом месте вскоре должна появиться новая АЗС. Условия труда на строительных объектах значительно усложняются в осенне-зимний период. Дождь, слякоть, снег и гололед. А на объекте строители предпочитают ходить без специальной одежды и касок. И это далеко не единственное нарушение. По правилам безопасности территория, где производятся строительные работы, должна быть ограждена. Но на объекте этим пренебрегли. Так же, как и ограждением котлованов глубиной более 4 метров. Еще одно проблемное место – это бытовые комнаты. Здесь отсутствует электричество и какое-либо отопление. С подобными нарушениями мобильная группа столкнулась и на территории строительства дороги, которая соединит микрорайон Ольшанка с улицей Словинского. Производство работ на высоте 6 метров без страховочного троса – это самое серьезное из них. Та подрядная организация, которая заключила договор и выполняет работы, она должна обеспечить нормальные условия труда и отдых от своих рабочих. То есть на каждом объекте. Кроме того, она должна обеспечить безопасные условия труда. И это обеспечение однозначно находится на подрядчике, и он должен это обеспечивать. За несоблюдение законодательства по охране труда никакой ответственности не предусматривается. Мобильная группа лишь помогает выявить нарушения, а в течение месяца все рекомендации должны быть исполнены. Если на повторном выезде мы обращаем внимание, что наши рекомендации не выполнены, мы направляем письмо в департамент для назначения внеплановой проверки. Подобные рейды проверки по выявлению нарушений охраны труда мобильной группы проводят каждые две недели. Под их контроль попадают абсолютно все строительные объекты и предприятия. Если устранение одних несоблюдений зависит только от подрядчиков, то другие, к сожалению, зависят от самих людей. Ведь правила «наше здоровье и жизнь только в наших руках» никто не отменял. Лена Молчанова, Яна Мельниченко, Сергей Печерица. Новости. Гродно+. День волонтера и 95 лет со дня существования Красного Креста отметили все, кто старается сделать мир лучше и добрее. Со времен Первой мировой войны волонтеры помогали больным и раненым, обучали сестер милосердия. Сегодня, спустя почти столетия, традиции благотворительного общества не изменились. Если в начале своей деятельности волонтеров Красного Креста можно было на пальцах пересчитать, то теперь это целая армия добровольцев. Помочь каждому нуждающемуся всегда готовы тысячи волонтеров со всей страны. Волонтер Красного Креста – это в первую очередь человек неравнодушный. И если покопаться в глубине каждому, каждый может найти в себе волонтера. Главное – дать возможность этим идеям, этому стремлению найти применение. Поэтому мы приглашаем людей к нам. Мы даем возможность людям проявить то, что у каждого в глубине души есть. Наши волонтеры – это люди разного возраста. Это школьники, это студенты, это люди работающие, это люди пенсионного возраста. То есть все возраста могут быть волонтерами в нашей организации. Когда человек сталкивается с серьезной, неизлечимой болезнью, ему на помощь приходит палеотивная медицина. Она помогает обеспечить высокое качество жизни больного. Зачастую получается так, что комплекс медицинских мероприятий помогает продлить жизнь на несколько хороших насыщенных лет. Но если врачи прогнозируют не больше года, больной становится пациентом отделения хоспис. Как быть оптимистом там, где хочется опустить руки, узнавала и Аланта Будила. В коридорах отделения хоспис всегда довольно тихо. Но яркий желтый костюм одной из пациенток привлекает внимание. Ее здесь так и зовут – наша желтенькая. Таиса Курпик, как и все в отделении хосписа 3-й городской больницы города Гродно, борется со сложным недугом. Но не теряет ни жизнелюбия, ни оптимизма, ни чувства юмора. Просто характер такой. Да и признается, медицинский уход и отношения здесь вселяют доброе чувство. Они смотрят за нами, делают консультации, приходят каждый раз, справляются со здоровьем нашим. Ну и правильно ведут учет нашего выздоровления. Коллектив дружный, слаженный. Настолько приятно, вы не представляете. Если бы не наши эти болячки, то нам казалось бы, что мы находимся на курорте. Это отделение не похоже на другие. Здесь есть зимний сад, где пациенты могут встречаться со своими родственниками, отдохнуть, посидеть в тишине или посмотреть телевизор. Молитвенная комната. В минуты отчаяния многие хотят обратиться к тому, что дает им надежду. В отделении трудятся врач-терапевт, реаниматолог, психотерапевт и психолог. Штат медицинских сестер. Помимо облегчения болевого синдрома от основного заболевания, они помогают справиться и с сопутствующими недугами. Помощь при других заболеваниях. Убрать одышку, убрать слабость, улучшить аппетит, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Вот это действительно помощь. Работают у нас квалифицированные медицинские сестры. И в хосписе хочу сказать, что не каждый сможет работать. Должно у человека быть доброе сердце, отзывчивая душа, чтобы он как-то мог понять и принять сострадание другого и помочь им. Узнав о страшном диагнозе, человек страдает не только физически. Морально принять свалившееся на тебя, как правило, тоже очень сложно. И когда приходит психолог или психотерапевт, мы начинаем откровенно говорить. Начинаем говорить откровенно о смерти, откровенно о болезни. Мы друг другу не врём. И это помогает ему наконец-то вырвать из себя всю ту боль. И вот здесь уже он раскрывается. Ему становится легче. Несмотря на специфику отделения, ни уныния, ни отчаяния здесь не встретишь. Скорее, философское отношение к жизни, принятие собственной непростой ноши и радость простому ежедневному дару. Открыть утром глаза и встретить ещё один день. Однажды случайно путник набрёл. В тени у дороги он отдых нашёл. Увидев цветок, улыбнулся ему. И не обдумав, сорвал синеву. Иоланта Будила, Юрий Дубовик. Новости Гродно+. С 1 января въезд в пограничную зону станет бесплатным. Это нововведение касается граждан Беларуси, а также иностранцев, постоянно проживающих на нашей территории. Напомним, по закону, ранее въезд в пограничную зону осуществлялся при наличии паспорта и документа об уплате государственной пошлины в размере 0,2 базовой величины. С 1 января 2017 года граждане Беларуси, а также иностранные граждане, которые постоянно проживают в Беларуси, освобождаются от уплаты государственной пошлины для въезда, входа и пребывания в пограничной зоне. Для этого теперь необходимо будет при себе иметь только документ, удостоверяющий личность, паспорт, либо вид на жительство в Республике Беларусь. А вот въезд в пограничную полосу, напротив, станет платным. Чтобы пребывание там было в рамках закона, гражданам Беларуси необходимо иметь при себе не только паспорт, но и оплатить госпошлину. Документы подаются в соответствующий территориальный орган пограничной службы. В нашем случае это Гродинская пограничная группа. После уплаты государственной пошлины гражданин обращается в пограничную группу для оформления необходимых документов и затем получения пропуска. Гродинская пограничная группа будет составлять 4 десятых базовой величины и такой пропуск на въезд в пограничную полосу будет действовать уже не год, а два года. Мозгобойня – это викторина в непринужденной обстановке, кафе или бара. Она предполагает общение в компании друзей и коллективные попытки разгадать каверзные и смешные вопросы ведущих. Также игра позволяет проявить смекалку и эрудицию. Появившись в Беларуси всего 4 года назад, «Мозгобойня» уверенно набирает популярность не только в нашей стране, но и за границей. Сейчас в ней играют в Германии, Украине, России и Финляндии. Прийти со своими друзьями, либо с теми, с которыми ты видишься всегда, например, на работе и немножко устаешь друг от друга, а на мозгобойне с ними отдыхаешь в неформальной обстановке, либо же с друзьями, с которыми ты не виделся очень давно, а тут встретился и вместе поотвещал на вопросы. То есть первое – это друзья. Второе – это эмоции. На мозгобойне люди приходят, слышат интересные вопросы, интересные и смешные ответы. Им это нравится, и поэтому они этим подпитываются и получают удовольствие. Подробнее о том, что же такое мозгобойня и как в нее играет житель Гродно, смотрите завтра в программе «Взгляд репортера» сразу после выпуска новостей. Мясные деликатесы со скидкой 20%. Такое заманчивое предложение будет актуально в Гродно с 9 по 11 декабря. В областном центре проводится предпраздничная акция «Мясные пресс-маки», в рамках которой широкий ассортимент колбасных изделий и копченостей предприятий-производителей нашей области можно будет приобрести со скидкой 20%. Также будут проводиться дегустации продукции. Перечень торговых объектов, участвующих в акции, размещен на сайте Гродненского облсполкома. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77-3304. Напоминаем, что программы телеканала «Гродно плюс» теперь доступны и абонентам пакета зала. Мы работаем на 112-м канале. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на «Гродно плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова